Почти через полвека, после первого крестового похода, Эмир Занги, получивший звание «Краса Ислама», в 1144 году взял Эдису и завоевал все Одесское княжество. Это стало чувствительным ударом для христианского мира. Триполи не помогло Эдисе, так как их правители ранее поссорились. Правитель Антиохии не оказал помощи, так как был занят войной с Византией, и лишь Иерусалим послал войска на помощь. Но и это не предотвратило захвата города. В 1144 году на Римском престоле сидел Евгений III, но к этому времени положение Папы было далеко не легкое, авторитету церкви угрожало новое демократическое течение. В Германии тоже было неспокойно, и лишь молодой король Франции, Людовик VII, был готов начать новый крестовый поход. Но прежде чем решиться на такой важный шаг, как поход в Святую Землю, король спросил мнение у своего аббата, воспитателя и советника, который не стал отговаривать короля. В свою очередь, Папа одобрил план короля и поручил Святому Бернарду проповедь о крестовом походе, послав его с воззванием к французскому народу. В 1146 году Святой Бернард надел на короля крест и произнес речь, предлагая вооружиться на защиту Святой Земли против неверных. После этого Франция собрала армию около 50 тысяч человек, которой было вполне достаточно для того, чтобы дать отпор мусульманам. Непонятно зачем Святому Бернарду пришлось посетить Германию и убедить короля Конрада поддержать поход, и хотя это событие очень живо отозвалось во всей немецкой нации, позже привело к печальным последствиям. Цель, которую предстояло достигнуть второму крестовому походу, была намечена и строго определена, разбить войско мусульманского эмира и отнять у него Эдису. Эту задачу успешно выполнило бы и одно французское войско. Но когда поднялся вопрос о пути, германский король предложил избрать тот путь, которым шли первые крестоносцы, через Венгрию, Болгарию, на Византию. Летом 1147 года началось движение крестоносцев через Венгрию, германский король шел впереди, а месяцем позже должен был выйти Людовик. Французам легче и удобнее было отплыть от итальянских берегов, да и сицилийский король просил Людовика направить войско через Италию. Людовик долго колебался, но все же решил идти через Константинополь, предпочитая союз с немцами. Тогда Рожер Сицилийский отправил флот, который стал грабить островы и приморские земли, принадлежащие Византии, и заключил союз с африканскими мусульманами. По ходу движения в Святую Землю крестоносцы грабили территории, которые лежали на их пути, нападали на местных жителей. В сентябре 1147 года опасность для Византии со стороны крестоносцев была серьезна. У стен Константинополя стояли раздраженные германцы. А в течение месяца должны были прибыть и французы. Под влиянием опасности грозивший со всех сторон Византийский император, втайне заключил союз с турками-сельджуками. Император поспешил перевести немцев на противоположный берег. Уже в первой битве, происшедшей в Каппадокии, немецкое войско, застигнутое врасплох, было разбито, большая часть ополчения погибла или была взята в плен. Лишь немногие вернулись с королем в Никею, где Конрад стал поджидать французов. В это самое время, Людовик подходил к Константинополю. Византийский император и тут проявил хитрость, между французами был пущен слух, что немцы, переплывшие в Азию, быстро продвигаются вперед. И одерживают блистательные победы, так что скоро в Азии нечего будет делать. Переправившись и уже на другом берегу, французы узнали о несчастной судьбе немецкого войска. В Никее, встретившись два короля, решили продолжать путь вместе. Цари не хотели идти путем, на котором были горы трупов и повели войско в обход. Но путь был трудным и длинным, еще и конница сельджуков нападала со всех сторон. Только в начале 1148 года оба короля прибыли в Эфес с жалкими остатками войска. В Эфесе короли получили от византийского императора письмо, в котором последний приглашал их в Константинополь отдохнуть. Конрад отправился морским путем в Константинополь. А Людовик, с большим трудом добравшись до приморского города Анталии, выпросил у византийского правительства корабли и с остатками войска в марте прибыл в Антиохию. В итоге громадные армии королей растаяли под ударами мусульман. В Константинополе, Конрад король немецкий разругался с императором Византии, поменял цели и задачи похода и отправился в Иерусалим. Позднее Людовик VII приехал к Иерусалимскому королю, где они вместе с Конрадом провели совет в Акве и решили идти на Дамаск. Движение против Дамаска в интересах Иерусалимского королевства окончилось весьма печальными результатами. Войско во главе с королями Людовиком, Конрадом и Балдуином выступило против Дамаска. Окружив Дамаск, крестоносцы вызвали там голод. Была возможность захватить город, но среди союзников появились противоречия. Возникали споры о том, чей флаг будет висеть над взятым городом. В итоге проведя продолжительное время в бесполезной осаде, терпя угрозу нападения с севера, от сына Эмира Занги, христиане должны были отступить, не достигнув ничего. Энергия и рыцарский пыл Конрада ослабли, и он решил вернуться на родину. Осенью 1148 года на византийских кораблях он прибыл в Константинополь. А оттуда в начале 1149 года возвратился в Германию, не сделав ничего для христиан на Востоке. Чуть позже на нормандских кораблях, король Людовик переправился в Южную Италию, где имел встречу с нормандским королем, осенью 1149 года прибыл во Францию. Летом турецкий эмир разбил антиохийское войско и разграбил Антиохию. Таким образом, Второй Крестовый Поход провалился и не достиг своих целей. Мусульмане не только не были ослаблены, а напротив, нанося христианам одно поражение за другим, уничтожая целые армии, получили большую уверенность в собственных силах. Второй Поход показал, что совместные действия французов и немцев на будущее время невозможны, французы смеялись над немцами, хотя сами были не в лучшем положении. Этот Поход обнаружил также рознь между палестинскими и европейскими христианами. Для восточных христиан 50-летнее пребывание в среде мусульман не прошло бесследно. Меркантильный характер, подкуп, распущенность, разврат сделались отличительной чертой палестинских христиан. Спасибо большое за внимание, выбирайте свое окружение, как написано в Писании. Худые сообщества развращают добрые нравы.